Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на мою кухню. Хорошее настроение! Сегодня мы приготовим с вами вкусную, сочную баранью ножку с черносливом, запеченную в духовке в кулинарном рукаве. В нем она не теряет свой сок, хорошо протушивается и получается сочной, ароматной и мягкой. Приступим. Нам потребуется баранья ножка, чеснок, у меня здесь два-три зубчика, я его пропустила через пресс, соль и копченая паприка у меня здесь, но можно добавить также черный молотый перец или перец чили и травы. У меня здесь смесь кавказских трав, но подают любые травы, которые вы любите, а также чернослив. Баранью ножку необходимо сначала промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Я это сделала заранее, а затем необходимо хорошо натереть ее специями. Чеснок я использую свежий, но если вы хотите, вы можете заменить его на сушеный. Баранину мы натираем специями с двух сторон, затем делаем глубокие надрезы в мясе, в них мы будем выкладывать подготовленный чернослив. Чернослив необходимо предварительно помыть и минут на 5-10 замочить в холодной воде, затем порезать на небольшие кусочки. Баранины шпигуем черносливом с двух сторон. Баранина и чернослив идеально дополняют друг друга и мясо выходит невероятно вкусно. Приготовив ее один раз, вы станете готовить баранину постоянно. Это шикарное блюдо на праздничный стол, а также на обычный обед или ужин. Мясо баранины мы нашпиговали черносливом, теперь необходимо его обсыпать сушеной зеленью. У меня здесь смесь кавказских трав, но для баранины подходят такие травы, как базилик, кориандр, кумин, розмарин. Также мясо баранины требует маринования в течение нескольких часов, но лучше всего мясо замариновать с вечера, а на следующий день запечь его. Баранью ножку мы кладем в кулинарный рукав, которым будем запекать ее. В рукаве мы зубочисткой сверху делаем проколы, чтобы пакет у нас не лопнул. И ставим запекать нашу баранину в предварительно разогретую духовку до 180 градусов, где-то на полтора часа. Нежная, сочная, тающая во рту баранья ножка с черносливом готова. Такая красивая, румяная она у нас получается. Выкладываем ее на блюдо, подаем к столу. Не забудьте в баранине подать свежую зелень. Приятного аппетита и хорошего настроения вам, друзья! Спасибо вам за лайки и подписку на мой канал. До новых встреч!